Я хочу представить вам гостю, который находится в нашей студии, Наталья Геннадьевна Клевцова, врач-инфекционист. Сегодня мы пригласили вас. Здравствуйте, Наталья Геннадьевна. Как ваше настроение? Прекрасно. В общем-то, кому-то предстоит еще только отправиться в отпуск, но большинство из общего количества граждан Республики Казахстан все-таки с отпуска уже вернулись. Вернулись, наверное, не только с подарками и презентами для родных и близких, но и, возможно, с кучей-с кучей всего, что даст о себе знать в плане здоровья через какое-то время. Вот об этом мы сегодня не хотим с вами поговорить. Скажите, пожалуйста, какая из инфекций лидирует, скажем так, из общего количества инфекций, которые чаще всего привозят туристы из отпуска? Ну, так конкретно сказать нельзя, какая инфекция лидирует. Каждая инфекция характеризуется своими какими-то проявлениями. Где-то она встречается чаще, где-то встречается реже. Но в основном это острые кишечные инфекции, они встречаются намного чаще. То есть, как нужно себя вести, чтобы вот этого в багаже обратного пути не было? Ну, как правило, это прежде всего соблюдать личную гигиену, фрукты, овощи нужно мыть и, в принципе, не пить некипяченую воду из неизвестных источников, то есть защитить себя полностью от причин и последствий заболевания, которым может привести кишечная инфекция. А необычная, нестандартная кухня, дозы по системе, всё включено, когда люди пытаются наесться впрок, напиться впрок. Вот само вот это отношение коду. Здесь уже будет не кишечная инфекция, здесь уже будет переедание, когда глаза разбегаются, и ты не знаешь, за что хвататься. Казалось бы, сможешь скушать всё. Здесь тоже нужно себя контролировать, потому что многие продукты, которые встречаются за границей, то есть там, где мы можем отдыхать, они не свойственны для нашего организма, наш организм их может не знать, и поэтому может привести к неблагополучным таким ситуациям. Которые, в общем-то, тоже способны. И переедание, как всегда, оно тоже приводит к различным родам расстройства и кишечника, ну, в целом, к желудочно-кишечному тракту. Песок, камни, бассейн, вода, сырость, в общем-то, сланцы, резиновая обувь любая – это почти 90% каких-то грибковых заболеваний. Вот как быть с этим? Ну, без обуви мы, конечно, не можем ходить. Единственная здесь должна быть мера какая, чтобы эта обувь была личная, и мы нигде её не могли взять в прокате, например. То есть личная обувь, которая защитит вас от всевозможных грибковых поражений, и поэтому босиком желательно. Ну, конечно, хочется побегать, но тогда нужно будет после того, как мы побегали, помыть ноги. То есть, опять же, личная гигиена всё ведёт к тому, чтобы мы соблюдали личную гигиену и не пользовались, ну, как скажем, вещами, которые не принадлежат нам, которые от чужих людей. Ну, вот большинство туристов предпочитают, и особенно те туристы, которые едут куда-то к воде, к морю, к озеру, да, они предпочитают всё время отпуска проводить вот именно в резиновой обуви. Может быть, есть, должны быть какие-то ограничения в том плане, что время вечером, время утром, то есть то время, когда мы не проводим около воды, лучше всё-таки избежать резиновой обуви и обуваться во что-то более натуральное? Ну, есть, конечно, обувь у нас есть из натурального материала, желательно, конечно, из натуральных материалов использовать, но если нет такой возможности, тогда нужно уже пользоваться тем, что есть, но защищать себя в любом случае. Ну, в любом случае, конечно, поездка куда-либо, это и перепады давления, изменения климата, в общем, и перенастройка всего организма, как во время отпуска, до отпуска и после отпуска. Как быть с переохлаждениями, со всякими разными инфекциями, ну, типа уреоплазмоза или что-то такого, что может о себе дать уже постичь не какого-то времени, когда человек уже приедет из отпуска, и потом, потом, потом проблемы начинают нарастать, как снежный ком. Конечно, если, ну, когда мы возвращаемся с отдыхом, счастливые, отдохнувшие, нас ничего уже не беспокоит, мы возвращаемся на места своей работы, и в том случае, если возникнут какие-то непредвиденные ситуации, то есть возникнут какие-то симптомы, даже малейшие, вы заметите, каждый человек по своему здоровью сразу определит, что что-то с ним происходит, что-то не то. Вот в этом случае нужно быстренько обращаться. А если долго ждать, когда все это разовьется и перейдет уже в болезнь, тогда, конечно, на поздних этапах всегда тяжело. И клиника будет страдать, и диагностика будет страдать. Поэтому лучше, конечно, если появились какие-то симптомы, даже на начальных этапах, недомогание, или там даже общая слабость какая-то непонятная, нужно сразу обращаться по месту жительства, к своему доктору, и держать с ним всегда связь. И он всегда поможет. То есть профилактически сдать кровь и посмотреть? Да. Профилактика будет наша тогда, когда мы будем соблюдать все меры предосторожности на отдыхе. Но если все-таки где-то что-то произошло, то у каждого инфекционного заболевания есть инкубационный период, и он не заставит себя долго ждать. Все равно в любом случае проявится. В любом случае проявится. А как же быть, что касается экзотических заболеваний, это вот тогда, когда туристы наши любят в неизведанные уголки земного шара наведываться, не задумываясь о том, что, в общем-то, нужно позаботиться о вакцинации или о каких-то элементарных мерах предосторожности? Ну, в любом случае, когда выезжают на какой-то отдых, всегда предупреждают, какая это страна, что там можно ожидать. Какая там эпидемическая ситуация, да? Что нужно предпринять. Любая страна также заинтересована в том, что туристы были защищены. Поэтому в каждой стране, ну, допустим, в какой-то стране предусмотрен какой-то особый вид прививок, то есть вакцинация, где-то, допустим, какие-то профилактические мероприятия. То есть это, соответственно, перед отдыхом на той или иной территории вам уже об этом расскажут, как себя вести, что делать и стоит ли вообще туда ехать. И стоит ли вообще туда ехать. Хорошо. А как быть по поводу экзотических инфекций? Лихорадка зика, лихорадка денги, вот это всё сейчас пугают? Говорят, что это всё семимильными шагами идёт по земному шару? Ну, лучше, конечно, туда не ехать, потому что для нас... Куда-туда? Вообще никуда. Там, где это существует, где эпидситуация по этим заболеваниям неблагополучна, в принципе, вы туда и не можете попасть, потому что эти территории будут закрыты, то есть там будут карантины. И поэтому вы можете туда и не попасть, и не нужно туда попадать. И защищать себя в любом случае, не ехать туда, где эти страны для вас далёкие, неизвестные, чтобы просто позаботиться о своём здоровье. Ну что ж, большое спасибо. Наталья Геннадьевна, мы желаем вам хорошего отпуска. И как врач-инфекционист наверняка вы очень бдительны во время отпуска. Вам удаётся расслабиться или вы постоянно ждёте нападения, какие-то инфекции? Нет, я же тоже, как все. Так же, как все защищаемся, так же, как все соблюдаем. Ну, конечно, бывают и погрешности, но это жизнь, поэтому мы живём, как и все. Спасибо вам, большую удачу. Спасибо.